Христос Ангельские силы и человеческий род вместе прославляют того, чья любовь не имеет границ. И, наверное, поэтому Рождество Христово называют Зимней Пасхой. Рождество значит радость. Рождество значит мир. Рождество значит надо всех простить, как Христос учил. Рождество значит людям, чтобы Бог открылся вновь. Петь, играть и молиться будем, прославляя Христа любовь. Рождество Христово – удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда. И это чудо происходит. Праздник Рождества Христово – очень таинственный праздник, радостный и, как мы говорим, немного детский праздник. Почему? Потому что Бог пришел на землю в виде Бога Младенца Христа. Праздник Рождества Христово – очень таинственный праздник. С каждым годом смысл этого светлого праздника понимает все большее количество людей. А вместе с этим возвращаются и утраченные традиции. И пусть свет Вифлеемской звезды указывает нам истинный путь в нашей жизни, чтобы мы не теряли ориентиров. Ориентиры для нас должны быть духовно-нравственные. Традиционно в эти зимние праздники в городе проходит областной фестиваль детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда», организованный некоммерческим фондом «Детский епархиальный образовательный центр» и «Дворцом культуры Тольятти». Все, что делается, это делается для детей, для них. И поэтому мы стараемся своими силами, то, что можем сами, то, что может помочь где-то министерство образования, и городская дума, и в общем все, кто может, помогает. А мы как бы сосредотачиваемся на этом и помогаем нашим детям. Соорганизаторы фестиваля «Вифлеемская звезда» – благочиние Центрального округа Тольятти, некоммерческое партнерство Русский культурный центр «Держава», некоммерческий фонд «Новое поколение», детский сад номер 5 «Филипок», школа номер 56, институт финансов, экономики и управления Тольяттинского государственного университета, детская газета «Ставроша» и ее редактор Елена Потяшина – постоянная ведущая детских православных фестивалей. Спасибо вам за ваш труд, за ваш подарок ко дню рождения Владельца Христа. Всего вам самого доброго, успехов во всех делах и благих начинаниях. Целью фестиваля организаторы предусматривают пропаганду русской национальной культуры, народных традиций, привлечение детей и юношества к духовному, культурному и историческому наследию русского народа. Целью фестиваля организатора Более полутора тысяч детей из детских садов и школ Тольятти и области приняли участие в этом празднике. У нас коррекционный детский сад, направленный на устранение тяжелых нарушений речи. И вот флейта как раз способствует тому, что у детей налаживается ритм речи, плавность произношения, укрепляется дыхание. Ну и музыка сама по себе, она лечит детей. На фестивалях православных обстановка гораздо доброжелательнее, как-то располагающая. Она поднимает каждого человека, никого не принижает. Хочется пожелать ребятишкам, которые участвуют в фестивале, кем бы они ни были, чем бы они ни занимались в жизни, но чтобы они навсегда, на всю жизнь сохранили любовь к творчеству, к культуре, к своей родине. В этом году свои творческие работы в рамках конкурса художественно-прикладного творчества молодые авторы представляли сами. Моя композиция называется «Новогоднее чудо». Ёлка стоит из бумаги, из макарон, а снеговит из ниток и украшений. Мы изучаем разные стили, то, как вышивать. И вот один из видов вышивки мы изучали, вот Аланецкую строчку. Белыми нитками по белому, поэтому она так, в принципе, и выглядит. Это повышает культуру людей, особенно если привлекать детей, они с детского возраста привыкают уже к этому относиться серьезно, плюс развивают свое творческое мышление. Это техника сизаль. Мы сначала скручили, а потом шили. Это все. Бумажный тоннель, он делался из нескольких слоев бумаги. Также использовался танцелярский ножик и картон. Сложно было, потому что это очень тонкая работа. Лауреатов конкурса определяет компетентные жюри, а это профессиональные скульпторы и художники, члены Тольяттинского отделения Союза художников России. И, конечно, лучшие юные дарования будут отмечены дипломами и подарками. Четвертый год подряд мы проводим такой профессиональный отбор лучших произведений, которые созданы именно в возрасте до 15 лет. И нам, знаете, профессионалам всегда интересно смотреть эти композиции. Здесь мы смотрим непосредственно фантазии. Субтитры создавал DimaTorzok В эти морозные и в то же время светлые, такие скристые дни у нас происходит настоящее маленькое чудо. Дети, взрослые вместе, соприкоснувшись с творчеством, представляют свои достижения и желают каких-то побег. Наверное, сегодня осуществляются чьи-то мечты. Дорогие мои друзья, папы, мамы, чадо мои ненаглядные, участники 4-го областного конкурса «Ефлеемская звезда». 2013 лет тому назад родился младенец Иисус Христос. Свершилось чудо. Бог стал человеком и пришел на землю. Да, родные мои, поздравляю всех с Рождеством. Ваш российский Дед Мороз из Великого Устюга. Рождество, Рождество, Новый год и Святый! Рождество, Рождество, от тебя в небе станет светло. Рождество, Христовый, радуйся! Слава Богу, Господь, слава Богу, Господь, слава Богу, и на земле нет. Утонуть миг, закрыв глаза, в этой точке начало я. Акцент делается на веру человека. И праздник все-таки как православный, и песня должна быть православной. Вижу стаи летящих птиц, вижу горы снежных брызг, слышу храмов колокола, слышу шум земного дождя. Если вот такие будут светлые, прекрасные дети, ну мы спокойны за наше будущее. Такой фестиваль помогает прежде всего понять, что русский человек. Обычно фестивали они веселые, просто чему-то посвящены. А это посвящено своим верованиям, Богу и христианству. Замечательный фестиваль, и мы уже дважды участвуем в этом фестивале. И, конечно, это несет духовность. Мы берем репертуар, песни, прославляющие Рождество, прославляющие Бога. Естественно, это высоконравственное исполнение. Мы заряжаемся духовно, и, в общем-то, видишь, что молодежи, которые тянутся к светлому, очень много. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok